Добрый вечер, в эфире Кульзона ТВ. Мы ведем свой репортаж из художественной галереи Палитра Н, где сегодня проходит сольный концерт мультимузыканта Леонид Зваленского. Леонид, добрый день. Здравствуйте. Леонид, скажи, пожалуйста, как тебе сегодняшний концерт? Первый вопрос, да, по горячим следам. Как тебе концерт, какие эмоции, какие впечатления? Первая часть была довольно эмоциональной. Почему выбрана вот именно такая интонация концерта? И как тебе реакция зрителя на эту интонацию? Ну, в целом, концерт, мне кажется, проходит достаточно хорошо. Вот мы привезли аппаратуру, которая была необходима. Что я от этой аппаратуры ожидал, то мы от нее получаем. В общем-то, вполне она озвучивает как-то зал этот. Насчет интонации концерта. Дело в том, что первая часть концерта, которая сейчас уже прошла, она была произведена в исполнении нескольких музыкантов. То есть клавиши, гитара и ударные. И, в общем-то, это песни, которые я играю в своем коллективе, пьеровские. И у нас там, ну, по концепции пока получается достаточно экспрессивная и жесткая музыка. Хотя в то же время достаточно разные. Вот мы планируем песни такого типа, как «Сон», «Обыватели». Тоже мы от этого не отказываемся и будем это включать в программу. «Сон», «Обыватели» «Сон», «Обыватели», «Обыватели» Сон. И, в общем-то, в нашей его ст ult fire. Расскажи зрителям «Кольц Зоны ТВ» немного о себе. Зрители не знают ничего себе о тебе, где ты учишься, как пришел к музыке вообще в жизни, как пришел к музыке, почему выбрал именно музыку из всех видов творчества? Это какое-то увлечение с детства, да, или просто вот дар с детства? Как это все начиналось? Ну, я, собственно говоря, выходец из славного города Рязани, и в Москве я уже проживаю, в общем-то, пожалуй, половину жизни, я приехал сюда учиться, когда мне было 12 лет, как раз я приехал учиться по музыке. А, собственно говоря, как я музыку выбрал, это вопрос достаточно сложный, но в то же время простой. Как-то вот само оно с детства, в 5 лет, когда мне было 5 лет, мой брат пошел заниматься на фортепиано, и я вот мечтал, какое долгое время мне удавалось, для меня, для ребенка, это было просто какие-то невозможные совершенно ожидания. Но потом все-таки меня отдали в музыкальную школу, я начал в нее ходить, учиться, и вот постепенно-постепенно так увлекался. С детства слушал, вот у меня в моих творчествах, в песнях это слышится, с детства слушал классическую музыку, так и рок, у меня было две любимых пластинки, это Bach, органные прелюди, и Beatles, вот две пластинки, которые я научился ставить с полутора лет буквально там, на проигрыватель. В общем, музыка как-то, скорее музыка меня выбрала, чем я ее, как-то вот она меня зацепила изначально. Ну и может быть, где-то у меня есть ощущение, что это получается, потому что, например, рисовать я, может быть, где-то не умею. С музыкой, ну языком мы все владеем, поэтому тексты я пишу сам. А где сейчас учишься, если не секрет? Сейчас я учусь в Московской консерватории имени Чайковского, на композиторском факультете, сейчас там учусь на втором курсе, вот, и мне, я в обязательном порядке сочиняю классическую, современную, так скажем, академическую, скорее, музыку, но и песни тоже не забываю, для меня это жанр очень близкий, я песни пишу очень давно, у меня их уже там около, ну в общей сложности около ста штук, хотя, конечно, за столько я никогда нигде не исполняю, большинство из них, наверное, исполнять, может быть, не буду, потому что это песни в том числе детские, песни юношеские, совсем юношеские, там где такой юношеский максимализм, что на сцену это лучше не пускать. Хотя некоторые песни из того периода прозвучали даже вот сейчас уже, есть песни очень ранние, там, ну, самых разных периодов, например, «Ноктюрн» песня 2005 года, помню, 2005, сочинена была, в общем-то, достаточно давно уже, для меня пять лет. Леонид, консерватория считается хранителем традиции русской классической музыки, традиционно считается хранителем, считаешь ли ты продолжателем этих традиций? И если да, то какие твои творческие ориентиры музыки? Чайковский, Рахманинов, может быть, еще кого-то назовешь? Ну, на самом деле, консерватория действительно является серьезным, очень таким учебным заведением, где учат композиторов. Но насчет традиции русской музыки и насчет хранения традиций, в общем-то, в консерватории как раз это очень такое место, где очень много самых разных явлений собрано. То есть там профессура, кто-то представляет авангардные направления течения, кто-то представляет более традиционные какие-то ветви. Что касается меня лично, мне, может быть, где-то интересен, вот есть такое слово, мне, во всяком случае, нравится, да, вот, постмодернизм. То есть это XXI век, как мне кажется. То есть авангард, в общем-то, мне в чистом виде не интересен совершенно. И традиционная музыка в том виде, в котором она существует, тоже как-то немножечко, где-то очень здорово бывает, а где-то не очень. Ну, в общем-то, как и с авангардом. Что касается меня, каких-то приоритетов, именно академических, да, композиторов классических, или же, может быть, русских композиторов, потому что, действительно, русская школа для меня играет особое значение, я бы тут выделил для себя Мусоргского очень. Вот, один из моих любимых композиторов, если не самый. Потом Игорь Стравинский, естественно. Из более позднего времени, это Борис Чайковский, Георгий Сверидов, Гаврилин. Очень нравится творчество Шнитке. Я, честно, не слышал ни одного произведения у него, которое мне бы показалось слабым или же недостойным внимания. Альфред Шнитке тоже композитор замечательный, хотя он совсем другой. Совсем другой, в отличие от тех композиторов, которых я перечислил. Сильно отличается от них. А, в общем-то, если говорить о моем академическом творчестве, то сейчас я ищу, нахожусь в поиске, как и в песнях, так и там. И мне кажется, что нужно использовать в музыке то, что уместно. Я, когда пишу песню, и точно то же самое касается, когда я пишу музыку для фортепиано, для струнного квартета, еще для чего-то, я никогда не задумываюсь о том, в каком стиле я хочу написать. Есть музыка, есть какое-то внутреннее естественное движение, и я стараюсь его воплотить максимально объективно подходящими, с моей точки зрения, точнее, субъективно, скорее, подходящими средствами. То есть, если мне кажется, что нужно в этом месте ударить кулаком, я ударю кулаком. Если мне кажется, что в этом месте нужно сыграть красивое трезвучие, я сыграю красивое трезвучие. Это касается песен, это касается академического творчества, и мне кажется, что это вообще правильная позиция. Приемы должны подчеркивать индивидуальность композитора, а не подчинять себя ему, его... Продолжение следует... Постоянно рушил, непременно слушал Лёса, голоса, лёса, голоса Я показал на себя музыкант, ты играл на фортепиано, ты играл на гитаре Может быть есть ещё какие-то другие инструменты, на которых ты играешь Какой инструмент тебе ближе, ближе, заглушнее к твоему внутреннему настроению Внутреннее ощущение, мироощущение Ну, вообще трудно выделить какой-то инструмент Дело в том, что каждый инструмент это как люди Все люди разные, в каждом человеке есть что-то хорошее, что-то прекрасное, за что его можно ценить То же самое касается музыкальных инструментов и каких-то классических составов Конечно, если говорить о том, к чему я наиболее тепло отношусь Это будет именно академический инструмент Вот какая-то внутренняя любовь у меня повышена фортепиано Хотя и к гитаре тоже, естественно Гитару я люблю, но это немножко другое Гитара, вот это как такой вот друг, такой товарищ, которому можно потрепать Если что-то не так сделать, да, ну, и куслив, например А фортепиано, это вот что-то такое близкое, может быть, к чувству сына То есть если сравнивать себя с музыкальным инструментом, то мог бы сравнить себя с фортепиано все-таки? Нет, вряд ли Я, если бы стал себя сравнивать с музыкальным инструментом, я бы в каждом музыкальном инструменте нашел бы что-то, что мне созвучно Потому что и духовой секции очень много им нравится, и струнных, и... Ну, вообще, есть такое понятие, как не только инструмент, но и оркестр, хор, какие-то ансамбли классические, не классические ансамбли, джазовая приемная, да Там, там, брасковый несерт или же джаз-бенд Это все составы, которые проверены временем, они очень здорово звучат Главное, когда пишешь для инструмента, исходить из специфики этого инструмента То есть для инструмента есть вещи характерные, есть не характерные Например, то, что я делаю с голосом в песнях, часто не характерно для голоса, но я это делаю, потому что я знаю, что мой голос с этим справляется Так или иначе, ну, может быть, в силу научности, в силу того, что у меня в ушах стоит вот эта вот диссонирующая музыка Мне не составляет труда, там, спеть какие-то вещи, которые режут по ушам Ну, и, в общем-то, в каждом инструменте есть что-то, есть какая-то изюлинка своя Леонид, скажи, музыка первична все-таки для тебя или стихотворение тоже играет в ваш здоровье, и оно так же важно в твоем творчестве? Поэзия так же важна в твоем творчестве, как и музыка? Очень трудный вопрос. Бывало по-разному. В принципе, я считаю, что музыка первична, потому что я в первую очередь считаю себя музыкантом То есть для меня музыка впереди идет. Слова я пишу как бы потому, что у меня, ну, нет другого выхода, что называется Если я хочу написать песню, у меня должен быть текст. Я пробовал сотрудничать с кем-то из поэтов, писать музыку к стихам, но вот как-то у меня с этим не сложилось Поэтому я пишу стихи сам, но, естественно, когда я пишу стихотворение, я тоже вкладываю туда душу, стараюсь вкладывать туда какое-то, ну, не буду говорить мастерство, но, во всяком случае, владение языком То есть все-таки, да, я разговариваю на этом языке и я считаю, что должен уметь грамотно построить в том числе и песенный текст Вот. И я, конечно же, за этим слежу и стремлюсь выражать какие-то идеи И вообще, что касается песен и текстов в моих песнях, когда я пишу музыку академическую, то есть консерваторскую, так скажем, эта музыка всегда, чаще всего, это восхищение миром, например, вот что-то вот, это какие-то прекрасные чувства, которые у меня вызваны, могут быть Достаточно редко это что-то субъективное, такое совсем повышенно экспрессивное Что касается песен и текст в том числе, меня на это сподвигает, ну и, может быть, сам жанр Возможно, в песнях где-то я гораздо чаще затрагиваю какие-то моменты, которые меня не столько восхищают, да, как в академической, сколько вот волнует Если меня что-то беспокоит, если меня действительно вот зацепила какая-то тема и мне хочется на этот счет высказаться, скорее всего, я буду высказываться в песенном жанре Вот, если я чем-то восхищусь, вероятнее всего, меня это вдохновит на писание какого-то академического произведения Хотя бывает по-разному, у меня есть созерцательные песни и есть очень экспрессивные академические сочинения То есть, в принципе, каждый раз, вообще я каждый раз стараюсь подходить к сочинению с сознанием того, что я писал до того, но в то же время, так, как будто бы я ничего не писал, стараюсь сделать немножко по-другому Да нет, скажи, а если уже заговорили о поэзии, твои поэтические ориентиры, есть ли таковые? Или ты просто ориентируешься именно на посыл своей души, да, какие вот слова приходят в данную минуту, да, какие слова важны для тебя, такие созвучны твоей музыке Оказывается именно в минуту написания текстов? Или есть какие-то поэтические ориентиры, которые, может быть, ты хотел бы приблизить к музыке, да, как-то вот, воплотить именно в музыке? Опять же, бывает по-разному, и в разные периоды было по-разному Естественно, у меня есть любимые поэты, которых я и читаю, и знаю, вот Но, ну, в частности, например, мне очень нравится творчество Есенина Может быть, не связано даже столько с тем, что он мой земляк, сколько у нас с ним эстетическая какая-то близость, потому что моя академическая музыка, она тоже где-то иногда такая предельно русская музыка Вот, и Сергей Есенин, потом Константин Бальмут мне очень нравится, Игорь Северянин, один из любимых поэтов тоже Это если говорить про Серебряный век Вот, что говорить, если говорить о более каком-то позднем поэтическом творчестве Тут уже сложнее Вот, но, в общем-то, я больше ориентировался в позднем поэтическом творчестве, я больше ориентируюсь скорее на, может быть, где-то исполнителей, да, действительно В частности, Башлачев, у него замечательные тексты Потом Александр Литвинов, Вениамин Дыркин, у него тексты просто прекрасные, и музыка у него замечательная, и тексты замечательные Вот, ну и потом наши, да, такие, мастодонты, Виктор Сой, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков Это все музыканты, которых, и поэты, которых невозможно списать со счетов На них невозможно не посмотреть и не подумать о том, не попытаться сделать вот что-то Мне кажется, кто-то обязательно, кто их слышал, пытался хотя бы раз в жизни написать какой-то текст в том или ином духе Или же, может быть, песня Ну и песни, собственно говоря, у меня раньше были, может быть, где-то больше подражательные Сейчас я стремлюсь больше к индивидуальному какому-то звучанию Что касается поэзии, сейчас это, конечно же, больше просто непосредственно, опять же, выражение своего внутреннего какого-то мира Потому что то же самое касается и в музыке Я не опираюсь на конкретного композитора Я хочу, чтобы мое творчество было близко к творчеству Игоря Стравинского или же Белла Бартыка, еще кого-то Я просто пишу так, как я слышу То же самое касается текстов Я сочиняю тексты так, как я мыслю Так, как я думаю, так, как я чувствую И, опять же, так, как я слышу Потому что иногда фоническая часть для меня оказывается тоже существенной Но в некоторых песнях текст работает на музыку В некоторых песнях музыка работает на текст То есть бывает по-разному Если я сначала сочинил музыку Я прислушиваюсь к этому образу Ловлю его и думаю, о чем это может быть Потом я выражаю это в тексте Соответственно, текст, он подлаживается под песню И, соответственно, все структуры этого текста Они будут исходить из музыки Иногда бывает наоборот Я сочиняю текст сначала И текст тогда оказывается первичным И я стараюсь его максимально адекватно воплотить в музыкальной форме уже И в последнее время я стал следить за тем Чтобы все-таки тексты в песнях можно было прочесть отдельно от музыки И чтобы музыку можно было послушать Ну не то чтобы, ну не зная языка, например И все-таки это важно Потому что мы слушаем там западные команды Ну там, например, да, Радио Хэд слушаю я лично Мне нравится творчество других каких-то коллективов И хочется, чтобы люди, которые, может быть, не вводят русский Тоже услышав песни, что-то для себя оттуда извлекли То же самое касается текста Вот может быть где-то человек Я на непонятном языке о музыкальном говорю Но мне хочется хотя бы говорить тогда в текстовом отношении так Чтобы люди понимали, что это не набор слов А что все-таки там есть какое-то движение Вот для меня важно именно движение Импульс творческий И образная цепочка какая-то То есть бессмыслицы полные я не пишу, конечно, никогда Но вот именно связь образов между собой Может где-то с элементами сюра Где-то с элементами гротеска Где-то, наоборот, предельно искренне Без всякого сюрреализма Без едкости, без иронии Иногда я прям в лоб вот говорю, что там Я не вижу солнца на краю заката Там еще что-то такое Вот прям исповедь такая душевная На самом деле, сколько песен Столько разных подходов Я стараюсь, чтобы это не менялось у меня в творческом Моем В творческом кредо И то же самое касается академической музыки Сколько я пишу музыки академической Столько я стараюсь по-разному взглянуть на то Как можно это сделать Я пишу квартет, как можно написать Я захочу потом написать второй квартет Я подумаю уже по-другому Мне интересно будет написать второй такой уже В общем Ты пишешь, я блуждать Услышу, но как сказать Довольно Не надо слов нам больно От этих слов Но снятся Все вновь они Остаться Желают они Что были Что были Которых нет Забы Про этот свет Возможно Лишь нужен мрак Да, сложно Но это так Отважно Мы скажем Пусть Так страшно Тоска и грусть Я верю Придет заря Я верю Напрасно Знам Но верю В дожить Змея Пусть Я Я Тот же Спасибо тебе большое за интервью И напоследок пожелания Палитрен Что бы ты хотел здесь видеть в новом сезоне Ты первый Исполнитель Кто выступил здесь с сольным концертом в новом сезоне Что бы ты дальше хотел видеть в Палитрен И твои пожелания нам Во-первых Я хотел бы поблагодарить За то, что они меня позвали сюда За то, что вы меня сюда пригласили И за то, что мне дали возможность Будь услышанным Все-таки здесь аудитория действительно Сочувствующая Аудитория людей Таких мыслящих Которые Не зачерствия Потому что я выступал где-то В клубе Еще где-то Там приходит в основном Каждый послушать своих Приходит одна команда Мы ее ждем Остальных всех Минушек Приходит другая Здесь такого нет Здесь все-таки люди Приходят для того, чтобы Получить какой-то вот импульс От поэтов От исполнителей Которые выступают Так что За это, конечно Я очень благодарен Палитре А что касается пожеланий Ну, мне хочется Чтобы палитра еще продолжала развиваться Продолжала расти Фотографии подключили Театр частично был задействован Кино подключили Музыка Поэзия Музыку, мне кажется Можно расширить Не очень трудно было бы Может быть пригласить Даже как-нибудь сюда Академических исполнителей Скажем Струнное трио Не проблема Скрипка Альт Виоланчен Чтобы исполнили Какую-то композицию Ну, в общем Вот расти Расти, развиваться Продолжать в том же духе Потому что Мне кажется Что действительно Многое сделано И видна работа И видно И видно искренние отношения Людей Которые этим занимаются Что это все делается Не ради там Каких-то денег Не ради Славы Еще чего-то Действительно Просто вот Творческое Самовыражение Это действительно Потому что Душа кричит И они чувствуют Что у других людей Тоже кричит И дают возможность Всем высказаться Вот пусть Это будет так продолжаться И я желаю Расширять Расширять спектр Цветов И направлений И жанров Леонид, спасибо тебе большое За интервью Это была Культзона ТВ Леонид Звалинский Павел Быков Дмитрий Каледин Специально для Культпортал.ру